Согласно приведенному выше поверью, если даже человек повстречал на улице или в своем доме мертвеца, это отнюдь не обязательно приведет для него к фатальным последствиям. Правильно выполненный определенный ритуал позволит ему отделаться легким испугом. Согласно же еще более древним верованиям, живым нельзя видеть ничего потустороннего. Это может сказаться на их физическом и психическом здоровье, а также на благополучии. А то и привести к смерти. Однако порой находились смельчаки, которые специально отправлялись в ночь Навьей Пасхи поглядеть на мертвецов. Бывало также, что это происходило случайно через видмовские козни или из-за тоски по умершим родственникам. Так в одной легенде старшая сестра пошла в церковь полночь на Навью Пасху, чтобы увидеть младшую, которая умерла накануне. Дойдя до паперти, девушка увидела свою покойную сестру, которая заходила последней. Та тоже сразу узнала ее и сказала, биди домой, а то мертвецы тебя задушат. Живая бросилась бежать, а мертвецы за ней. Девушка успела убежать в свой дом и рассказать обо всем, что видела. Однако вскоре она все же умерла. Как правило, в подобных преданиях рассказчик предостерегает оглядываться, убегая от мертвецов. Мотив оглядки распространен как в сказочных сюжетах, так и в обрядах. С одной стороны, он связан с табуированием взгляда, подглядывания в особые ритуально значимые моменты жизни человека, во время рождения, свадьбы, смерти. С другой, с представлением о пространстве за плечами человека. Ибо все, что перед глазами, реально, а все, что за плечами, невидимое, чуждое, потустороннее. Поэтому новорожденного младенца, который еще не крещен, нельзя класть матери за плечами. А она не должна лежать спиной к ребенку. По этой же причине, во время меньшания, молодым нельзя оглядываться. Это объясняет тем, что один из них оглядывается по-второму. Когда один оглянется, со вторым может случиться все, что угодно. В результате может получиться так, что хорошей жизни не будет, не будет вестись хозяйство. Дети будут умирать, а супруги, в конце концов, разойдутся. Разумеется, существовала масса предостережений относительно пребывания ночью на кладбище, средоточия потусторонних сил. Ведь в темноте, будучи недоступным человеческому зрению, и потому ничем не останавливаемые гости с того света могут вытворять не весь что. Наиболее опасен, конечно, взгляд в потусторонний мир. Поэтому по многих легендах о мертвецах, живой погибает, оглянувшись и увидев мертвого. Собственно, то, что живому видеть запрещено. Более того, если мертвый и живой увидели друг друга, то между ними возникает двусторонняя связь, благодаря которой мертвец может сам начать искать человека. Так в одной из легенд рассказчик объясняет, почему мертвая мать хотела съесть живую дочь на Навью Пасху. На чем же вона и сгила, так души сродила, еще побачила.